Ребята, вы все знаете, что у нас в квартире идет ремонт, и он рано или поздно закончится, и мы уже потихоньку начинаем задумываться о приятных покупочках. Поверьте моему опыту, я много всего заказываю и всегда слежу, где это сделать выгодней. Поэтому хочу рассказать вам про мегамаркет. Там собраны миллионы товаров в категориях одежда, обувь, красота, мебель и товары для дома. Сейчас на категорию товары для дома в период до 30 сентября начисляется повышенный кэшбэк. До 50% всем, кто покупает на платформе впервые. Бонусы сможете использовать во время следующих покупок, так что выходит действительно очень выгодно. Например, набор посуды вы сможете приобрести за 12 399 рублей, а кэшбэк ваш вернется бонусами аж 7 440, и их вы потратите на следующие покупки, например, на кухонные полотенца или скатерти. Оплатить можно до 99% от стоимости товара. А если это ваша первая покупка на мегамаркете, то можно применить промокод «Осенний уют», который действует весь сентябрь и дает скидку на 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей. Получается, и кэшбэк, и скидка по промокоду, они суммируются. Кстати, на платформе есть возможность посмотреть реальные отзывы покупателей. А товары доставляют по всей России больше, чем в тысячах городов. И цены приятные, и в ваш город, скорее всего, есть доставка. Поверьте моему опыту, про выгодные покупки я знаю все. Всем привет! От Анютки, всем привет! Ай, ты моя рыбка любимая! Ты ж не рак, ты ж мой рак! Да! Скажи, агу! Агу! Колобок ты мой! Привет, ребята! Новый день, новый влог. И вы не представляете, но нам пришлось перескочить один день. Вчера я не снимала влог, потому что позавчера ночью у нашей дочки были колики. Первый раз в жизни мы, как молодые родители, столкнулись с этим. И, ну, наша дочь первый раз с этим столкнулась. И это был просто кошмар. Просто вчерашние сутки мы со Славой приходили в себя после такой ночи. Это трэш. Просто полнейший трэш. Сейчас, слава богу, все хорошо. Мы начали давать укропную водичку перед кормлением. Вот. И пока, слава богу, все хорошо. Надеюсь, что дальше так и будет. Я безумно теперь боюсь следующих колик этих. Мне это прям жутко пугает, потому что то, что мы пережили, это был просто какой-то трэш. Ничего ребенку не помогало. Слава богу, у нас еще были газоотводные трубочки, но даже они не сделали такого эффекта. Типа, все класс, все прошло. Короче, это был трэш. Мы пришли в ресторан, покушали. Сейчас 6 часов вечера. Вот. Уже. Я только сейчас начинаю снимать видео. Конечно же, мы пришли не одни. С нашей кнопочкой кайфушницей. Вот с этой кнопочкой кайфушницей. С любимым мужем. Короче, после той ночи, это получается с 20 на 21, 21 у нас должна была быть ньюборн съемка, но понятное дело, что ночью я еще написала сообщение. Короче, колики у нас эти начались в 3 часа ночи, и всю ночь, все утро мы просто находились в каком-то, я не знаю, ужасе. Мы точно знаем, что это были колики, а не газики, потому что были бы это газики какие-нибудь, я думаю, нам бы что-нибудь допомогло. Она орала просто как сумасшедшая, была вся красная, даже синяя, мне кажется, не останавливалась. Ничего ей не помогало, не успокаивало. У меня до сих пор ее лицо перед глазами. Так, ребят, я стараюсь прям правильно питаться, ничего лишнего не ем. Умница, что ела огурцы и помидоры, не знаю, но в роддоме тоже так кормили, поэтому заказала себе суп уху и семги. Поэтому скоро похудею, девки, но мне главное, чтобы у малышки ничего не болело. Так, мы пришли домой, я пока не буду трогать этого маленького пирожочка, пусть лежит в прогулочке. Вот, я успела помыть в Вене ноги, но Слава поднял домой, сам поехал по делам. Что интересного, мне нужно вот это все постирать. Я сегодня замачивала этот костюмчик, он у нас был в детских коколиках, которые, девочки, не отстирываются просто так. Вот этот мой любимый костюмчик с печенюшками тоже надо замочить. Короче, я сегодня вот это вот жёлтое пятно, вот это пятно, так просто не отстираешь, поэтому я его тоже замочу. Вот это я сначала надела, собиралась в этом выходить. В голове у меня постоянно играет песня, типа, да, я мать, я умею танцевать. Короче, такая тупизна, даже не знаю, что это за песня, я просто где-то как-то слышала, она у меня играет в голове. В общем, дома у нас всё ещё по-прежнему чистота и порядок, каким-то образом. Там у меня вещи, которые надо разобрать, чтобы понять, вообще, могу я что-то новенькое хотя бы носить в этих детях, потому что я хожу в том, в чём я, блин, ходила. Беременность, потому что у меня все вещи, ну, понятно, короче, лежат, которые я носила в беременность. Здесь большие, объёмные, растягиваются. Из-за того, что я вчера не снимала влог, то, конечно же, в понедельник я буду тоже снимать влог, ну, то есть, чтобы 7 дней получилось. Потом, наверное, возьму какой-то перерыв. Так, по поводу пелёнок. Вот у меня сегодня здесь была куча. Они у нас так быстро расходуются, потому что... Тоже в стирку. Потому что пока малышка у нас тут лежит, у нас здесь самые лучшие туалетные дела происходят. Самые лучшие. Никакие подгузники вообще. Подгузники, это, конечно, да, но вот как только здесь снимаешь подгузник, всё начинается вообще. Туса-туса. Вот этой штучкой тоже попользоваться уже успели. Довольно-таки прикольная. Но не успели сильно долго попользоваться. Мы её как раз достали, когда у дочки были колики. Но мы ещё не знали, что это колики, что нам предстоит какая-то адская ночь. Вот, и мы её пытались и тут, и там, и сям. Вроде тут чуть-чуть полежало какое-то время. Короче, везде полежали, везде. По это самое. Мне кажется, она сейчас уже проснётся. Нужно достать пелёнки, туда положить. Всё очень быстро расходуется. Все эти пелёночки, подгузники. У нас они уходят прям очень хорошо. Но я не знаю, как разные родители делают. Мы часто меняем подгузник. Мне ещё предстоит важное дело, которое я ещё не делала одна. Без Славы. Мне нужно будет дать ей укропной воды. Перед тем, как кормить. Обычно Слава водичку набирает. Спи, 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 ещё чуть-чуть. Надо сразу взять полотенце. Вот такое. Это ваня. У меня супер-пупер настроение, потому что, во-первых, я смогла сама дать капельки. Ну, конечно, в этом, на самом деле, ничего сложного нет. И спокойно можно справиться с самой. Но мы со Славой обычно это вместе делаем. Он капельки набирает. Когда я вижу, что малышка просыпается, хочет кушать, ещё мы немножко капаем моим молочком в ложечку с капельками, чтобы Анютке нашей было не так противно. Эту водичку пить, и когда она её пьёт из ложечки, у неё такое лицо... Типа она вообще в шоке. Типа, чё это такое? Это не молоко? Я включила комету в позицион ту. У меня вообще отличное настроение, потому что я её покормила. Потом она начала чуть-чуть капризничать. Я думаю, так, что-то здесь неладное. Я уже, мать, с двухнедельным, двухнедельным их двух- или трёхдневным опытом поняла, что надо идти проверить подгузник. Я его проверяю, а там ничего интересного. Но! Вот это наша зона на стерильной машинке. Наш вот этот вот... Господи, пеленальный матрасик. Кстати, офигенный матрасик. И тот, который у нас в комнате, тоже офигенный. Они разные, но они оба офигенные. Так вот, у нас там столько всего произошло в ванной. Столько пеленок поменено. И костюм даже поменяли. Ну, костюм у нас просто в молочке был. Короче, когда мы её купаем, у нас есть уже всякие, типа, фразочки, не фразочки, приколюшечки. И когда мы её купаем, я держу на ручках, и я так говорю, ты плывёшь! И мы со славой с этого ржём. Да? Ты плывёшь! Вот так вот я и говорю, а она такая, типа, я плыву! Кстати, купаться она любит. Вообще не капризничает в этот момент. Будешь сегодня плавать? Все сегодня будут купаться, да, Виф? Виф, ты тоже будешь? Где это ты? Потому что она уже, мне кажется, переела и уже начала капризюльничать. Вроде есть, вроде не есть. Короче, сосочки, это такая тема. Не знаю, может быть, кто-то против сосок, пустышек, но, честно, как по мне, так лучше вот эти вот все соски, ну, пустышки, чем палец, например, сосать ребёнок будет. Потому что, насколько я знаю, что для прикуса того же самого хуже, намного палец сосать. Закимарит сейчас. У меня играет музыка. Сейчас я везде окошки открою. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Так вот, малыш у нас расслабится. У нас столько гаджетов, конечно. И пользоваться коляской дома Но на самом деле Самое главное коляску, мне кажется, купить Ну что творит Какой активный малыш Когда у малыша все хорошо Никаких коликов Господи, нафиг их Чтобы больше никогда не было То вообще с ребенком Так, ну реально не то, что прям Легкотня, ну вообще не сложно Что ей надо Ну покормить, ну время просто тратишь На то, что малыша покормить Вот так вот покачать Подгузники поменять Ну да, всякие там мы делаем массажики Животика, ножки поднимаем Чтобы газики всякие выходили В туалет хорошо сходить Ну это вообще просто Это все на лайте Искупать малыша 5 минут Поцеловать, оскудать По наручках поносить Это все так просто Когда пережил одну ночь с коликами Как же легко в остальные дни Но честно, я и не думала Что как-то нам сложно Вот сложно было первые 2 дня дома Когда у меня еще давление было А сейчас вообще благодать Мне нужно собрать по всему дому соски Простерилизовать их Потому что они у нас уже все Обсосанные Не хочу, конечно, делиться такими подробностями Но иногда у нас такие тут фонтанусы Что я, короче, решила нафиг Эту шторку уже мучить Вот, отодвинула ее в этот бок Вот, а так Не буду вам показывать Но у нас ушло 3 пеленки Один подгузник Салфетки Кстати, знаете, как я салфетками пользуюсь? Я не просто их достаю Типа, ну они же там холодные такие, мокрые Я их под теплой, ну горячей даже водичкой мою И потом протираю Вот, когда малышок засыпает Просыпается мафия Точнее мама Которая ходит все это Умирает Мама, это я Виви на полотенце Раньше Виви не на полотенце Мы сюда вешали Оно у нас тут сушилось Но сейчас у нас тут детские полотенца сушатся Поэтому Вивичке пришлось немножко обломаться Но зато у Вивины постоянно стираются полотенца Ну, в принципе, как и для Ани Мы тоже все постоянно стираем Но просто, понятно, ребенка чаще вытираем Поэтому у меня здесь визит Оно всегда горячее, сухое Ну и, понятно, я его меняю Пятно прям показываю вам Все посмотрим, отмоется, нет? Этот костюмчик я обожаю Не помню, где тут пятно Какое-то тут есть пятно Короче, ладно Замачиваем У меня есть какой-то пятновыводитель Довольно-таки хорошо работает И я уже выводила пятна с ним не один раз Ну, реально работает Вот так что сейчас я туда Всего этого дела насыплю И пятна должны пройти Все-таки к черешечке моя не хочет спать в коляске Ну, а так там покемарила Довольно-таки сложно чистить глаза Нам сказали брать ватный шарик какой-то В кипяченой водичке И протирать глаза от угла От внешнего К внутреннему И типа к носу Вот так вот И для каждого глазика Свой шарик И это капец как сложно Потому что некоторые шкварочки Они не хотят отмываться А тереть сильно глаза ребенку Тоже, ну, такое Что даже после того, как один раз проводишь Уже кажется, что глаз красный Хотя мы же не кипятком, конечно, проводим Ну, короче Так вот у нас классный музык играет Да? Нет-нет-нет Ну и что, мама, одной рукой Как тебе ее сохранить? Эй, ты ухаляшенький Сейчас, наверное, буду опять В ее воздушной ванне устраивать Хотя они у нас недавно были, да? Ну что, малыш? А еще я ногти до сих пор не стреляла Ей, представляете? Мой волосятик любименький Это какой у нас пупочек уже красивый, да? Не царапай себя Она себя, кстати, и не царапает особо Хотя у нее ручки шаловливые Но ноготочки такие хорошенькие, мягенькие Кстати, ногтевая пластина у нее моя Тихо-тихо-тихо Они у нас ни разу не стрижные Да я все каждый раз думаю Так, сейчас она уснет, надо ей подстричь ногти Чтобы одинаковые были А ногти у нее мои Ну, скорее всего Потому что у меня тоже большая ногтевая пластина Вот такой у нас красивый пупочек И мой пупочек легенький Нам показывали массажи, какие делать надо И хорошо будет сейчас На курсе еще показывали, что вот здесь можно массировать А потом ножки подгибать Но нам врач-педиатр вот так еще говорил Что здесь у них как раз то, что надо И вот так мама помассирует А потом мы как хорошо сходим в туалет Мама дорогая Так что так вот мы лежим, кайфуем И вот я здесь массирую Я прям чувствую, что там какие-то шебуршания происходят Скорее всего, может, газики, не знаю, какие-то Но животик у нас хороший Да? Малышу не больно Малышу приятно А вот когда у нее были колики У нее был такой живот, что здесь нажать было невозможно Ну, короче, это был ужас И получается, когда колики И мы вставляли газоотводную трубку Надо вставить газоотводную трубку Ноги наверх И еще массировать живот Чтобы все это выходило Ну, короче, блин Одно это очень, наверное, сложно сделать Со мной был Слава И мы вместе это делаем Я бы одна вообще охренела, наверное Ребенок уснул Отлично помогает шум воды Кстати, хотела сказать, что все складочки Вот такие нужно обязательно обрабатывать Я намазывала сейчас бипантеном Шейные складочки тоже Прям хорошенько следите за этим Потому что я не сразу начала здесь обрабатывать И у нас там было чуть-чуть красненькое Но все быстро прошло Вот это средство Эта мазь Просто лучшая Ну, просто офигенная Во-первых, и для сосков У кого трещины У меня вообще уже ничего не болит Давненько Сейчас две недели, как я родила Ну, это вообще Обычно у людей там, блин, по месяцу Намного дольше болит грудь Больно кормить У меня вообще все хорошо Я думаю, что за счет еще вот этой мази Намного лучше, чем какие-то пуреланы Вот эти Миделла, не Миделла Мне пуреланы всякие не подходили У меня тоже есть Точнее, как сказать, не подходили Просто не было такого результата Вот, видите, у меня тоже есть Я тоже им пользовалась Но вот эта вещь намного лучше Так вот, я и обрабатываю абсолютно все Все складочки под подгузник Использую бипонтен Ножки вот здесь Вот все мажем Короче У нас уже кожа какая-то сошла Хотя под подмышечками Где-то еще в складочках есть Кожица такая Так, конечно, кожица облазила Какое-то время Вот, сейчас уже все хорошо Можно сказать Смотрите, мои сладкие пальчики Какие хорошенькие Так вот, ребенок спит Поэтому одно удовольствие Я ее сейчас наряжаю Сейчас я наряжу И унесу отсюда Правда, без воды, наверное, Ей так кайфово не будет Так, ребят, если что Это не трусы Это утяжки Я, по-моему, вам про них рассказывала Короче, я тут достала Такой вот контейнер с джинсами И, конечно, мне далеко Я ни в одни пока не влезла Хотя я померила только вторые Короче, в чем суть? Я была очень сильно худой до беременности И я перестала влезать в свои штаны Еще летом Тем, когда, получается, набрала 5 килограмм После первой замерзшей беременности Вот, как раз, скажем так, во вторую беременность Сейчас, когда я родила Свою любимую дочь Я входила как бы больше на 5 килограмм И уже тогда я не влазила в те штаны, которые носила раньше Так вот, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в эти все штаны Потому что, получается, даже до беременности я уже в них не влазила Какие-то я уж точно влезу Но я просто в шоке с того, сколько у меня джинс маленького размера А я была реально очень худой Ну, то есть сейчас я смотрю на себя в зеркало Мне нравится, как я выгляжу Ну, да, есть еще там живот Ляжки, что-то такое Хочется похудее, попа побольше Грудь большая, к этому вопросу нет Вот, но просто обильно Потому что у меня очень много штанов На меня супер худую То, что даже мне самой не нравилось Так, худоба Это я только сейчас понимаю На самом деле, я это в беременности только поняла Насколько я была худой Что аж прям даже немножко такое себе Не, ну тут можно так сказать В принципе, если живот уйдет Ну, в смысле, если когда он еще больше уйдет, например Италия станет меньше То, в принципе, ну, как бы в этих штанах я смогу ходить А не эско Посмотрим, что-то там есть еще Что я могла бы носить Жду, когда целлюлит сойдет Не знаю, так ли это работает Ну, не приезжаю и все Да, прошло всего лишь две недели после родов И понятное дело, что, ну, типа, блин, говорят, два месяца точно нужно вообще отдыхать Восстанавливаться Спортом не заниматься И вообще нормально даже еще дольше приходить в себя Ну, типа, знаете, смотреть на какой-то результат Может быть, фигуры, не фигуры Там, не знаю, спустя полгода Да, я уже сейчас, типа, что-то смотрю Но я ничего не смотрю Я просто хочу, блядь, что-то носить Конечно, что сейчас джинсы-то носить Ну, просто вообще Понятное дело, что лосины на меня налезли Только у меня теперь попы нет Да, после беременности и родов еще гардероб разбирать Представляю, как много одежды в итоге я отдам Ну, конечно, я ее сейчас отдавать не буду Потому что рано делать какие-то выводы Я думаю, что как минимум до... Да, может, даже до зимы я ее подержу Не знаю, потому что... Кто знает, как я изменюсь Может, я к осени уже сильно... Ну, не то, что похудею У меня нет цели сильно похудеть Ну, было бы неплохо, если честно, влазить в свои джинсы У меня их очень много Ну, типа, тогда мне придется обновлять полностью гардероб Конечно, это все ерунда И, типа, я готова хоть сто тысяч раз обновлять свой гардероб Если мне скажут, что у нас родится такая прелестная дочь И мне нужно будет сто тысяч раз обновлять свой гардероб Но, конечно, хотелось бы поносить все эти чудные джинсы У меня есть топ, который я не могу отстирать уже много лет И я его до сих пор не выкидываю Ничего с ним не делаю И не отношу к химчистку И я хочу протестировать Получится ли у меня отстирать вот это пятно Вот этим своим средством Ну, не моим, конечно Достала вот такую прелесть Хочется носить Вот, может быть, даже буду прям сюда внутрь Подкладки эти клеить, носить-ки, не знаю Хочется красивых вещей поносить Я их давно, конечно, не носила Тем более сейчас лето Хочется чуть-чуть хотя бы повыображать Зато я достала вот такие классные лосины В зеленом цвете комплект И в черном И смогу в этом ходить как минимум на даче Вот, кстати, поскольку у нас были колики У дочки нашей Мы перенесли Ньюборн съемку И на данный момент ее запланировали на 27 июля Теперь постоянно прислушиваюсь Анечка у меня сейчас лежит в коляске В славянной комнате в соседней Честно, жутко лень разбирать гардероб Ужасно лень со всем этим разбираться Вот так у меня на этой полке было все это время И всю беременность я могла носить Ну, не всю, конечно Только футболки Просто только футболки Тут у меня какие-то топы, водолазки Которые тоже сейчас могу носить очень даже классно И мне нужны вот эти все вещи Которые я подоставала Вот такие штуки, например Сто лет такое не носила Так, Вилочка все ждет, когда мама ее искупает Искупали одну дочурку Положили ее сюда Чтобы она неподалеку от нас была Вот, я сейчас готовлю ужин Хотя время уже капец как поздно Но мы очень поздно встаем У нас сегодня по плану будет мясо Довяжье Яблочко, что-то так называется Я его тушу с луком Без всяких соль, перец Просто лук А, ну и масло, конечно, чуть-чуть еще добавила Вот Надо посильнее, наверное, сделать Просто тушится в собственном соку Очень нежное мясо будет И гречка А еще муж подарил мне вот такие вот цветы После той ночи с коликами Хотела меня порадовать Ну, по сути, без причины Дарит мне цветы Без повода, точнее Вот Чудесные цветочки И вот такая вот открыточка была Итак, наш влог закончится на том, что Я искупала вивену, посушила Пока тушилось мясо Мы уже поели У нас тут забилась раковина Слава туда залил жиры нужной Уже вот сколько времени Из того, что я должна пить Шесть недель Это Сорбифер Дурулес Очень прикольное название Это железо, по-моему Да, железо Вот Витаминс И Ржу с этого названия Чем-то напоминает Что-то грузинское Не знаю Например, на грузинском На грузинском любовь Это сихварули И я ржу с того, что Ну, не то, что типа похоже Но просто Сорбифер Дурулес Кажется, что это что-то грузинское Реально Может, какое-то блюдо грузинское Типа Вась, закажи Сорбифер Дурулес Очень вкусный Там Потрошки Куриные Под соусом Все Ну, короче Не знаю, почему так называется Прикольно Скупала вивену Она счастливый Обладатель Супергривы Пушистый И мой Халюсенький Мы про его не забываем Мы с Вилой в рестораны Ходим Всегда на прогулку Я с собой берем Когда у меня есть свободная минута Свободные руки Я ее на ручки беру Мы угладим Жопом Телюем Ножки моем Просто частенько Слава ей теперь занимается Ну, типа ножки помыть С прогулки Вот Куси-куси Чем я занималась Все это время Здесь мыла ванну Потому что, знаете У нас тут такое бывает Скажем, надо было Все хорошенько Простерилизовать Скажем так Все помыть Вот эти штуки тоже помыть Они у нас тут обычно стоят Прям Скажем так Пушечные Пушечным выстрелом Может что-то где-то испачкаться Короче, тут все помыла Раковину тоже помыла Вот эти палки сейчас высохнут Я их сюда уберу Вообще У нас обычно Эти палки стоят Прям в самом краю И на них ванная Ванночка детская перевернутая Но что-то мне не нравится Так, как у нас есть Хотя мы ее каждый день купаем Все-таки Эта хрень нам очень пригодилась И это действительно Очень удобно Мне нужно успеть Помыться до того Как она проснется Кушать Так что я сейчас Именно этим и займусь Вот Там постиралось Детское белье Еще что хотела вам сказать Что в беременности Я пользовалась каплями в нос Потому что не могла дышать Ну не всегда Но периодически Потому что Не знаю Знаете вы нет У меня такое хроническое Я всю жизнь пользуюсь каплями в нос Сейчас я ими вообще не пользуюсь И не потому что Там я что-то кормлю Никогда А просто потому что Мой нос дышит И Я думаю Что это было связано Конечно не с беременностью Потому что у меня до беременности Нос тоже закладывало Короче я думаю Что может что-то изменилось Ну типа знаете В общем на этом все Я с вами прощаюсь Надеюсь что вам понравился Этот влог Всех любит Целую Обнимаю Будьте счастливы Здоровы Ждите следующий И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok